Театр ТАН И Артем Якупов, артист Театра ТАН Здравствуйте Ну что, я предлагаю начать рассказывать о премьере Я знаю, что она долгожданная Вы очень серьезно, Андрей Владимирович, к ней готовитесь вместе со своими артистами Нам интересны все подробности подготовки Ну мы еще начали лето, здравствуйте, готовиться Я думаю, что где-то мы его готовим уже месяца 4 4 месяца, очень большая была кропотливая работа Мы очень долго выбирали И почему именно Мартин Макдонах, вот почему он такой возник, вот этот драматур Я случайно посмотрел, в городе Перми есть театр у моста Известный, кстати, театр Да, очень известный театр Я с ним созвонился, с художественным руководителем И поинтересовался, потому что они играют всего Макдонаха Даже его премьеры, последние спектакли, они его играют полностью Все триптихи, все-все Я говорю, ну как вот так вот, можно попробовать? Он говорит, ну попробуйте И как бы так нам дал такой зеленый свет Напутственное слово Да, напутственное слово Давайте, ребята, работайте И мы начали читку И был вопрос, кто будет играть вот эту 70-летнюю старушку, которая там погибает Тут самое интересное Да, это самый интересный подход У меня это уже будет вторая женская роль Я веду не играю эту ведунью сумасшедшего И здесь, у нас же театр экспериментальный Мы же должны что-то какое-то новизну вводить И тут я решил сыграть вот эту вот 70-летнюю старушку Кто, если не вы, да? Да, кто, да, нет, ну кто, если не я Потому что у нас таких возрастных актеров, актрис у нас нету, чтобы кто-то сыграл Ну вот, я посмотрел у Райкина, у Константина У него этот спектакль идет на малой сцене И там играет молодой парень Ну я, правда, не молодой уже Ну да И вот я решил войти в этот образ Потому что Константин Райкин в интервью где-то Он дает такое вот краткое описание Что когда человек 70 лет Вот непонятно, мужчина это, женщина это старость И вот понять вот это вот состояние Не важно кто играет, или мужчина, или женщина Ну вот я решил вот на себе примерить вот эту вот 70-летнюю бабушку А вот это вот моя дочка Да, я как раз хотела обратиться к Виктории Виктория, расскажите о вашей роли в данной постановке Кого играете вы? Я играю дочь Ну в данном случае Андрей Владимирович исполняет главную роль Я играю 40-летнюю одинокую женщину Которая живет, собственно говоря, со своей престарелой мамой У них постоянные такие контры, терки И в то же время они без друга не могут У них такой некий симбиоз Они живут очень давно вместе Они друг друга тихо ненавидят И в то же время они друг без друга не могут В этом и есть основная трагедия И вот на протяжении 9 картин этого спектакля Идет развитие этой трагедии И она заканчивается так, фатально, можно сказать Артем Я играю безбашенного парня Ирландского Ирландского безбашенного парня У которого остались обиды на дочь старушки За то, что она забрала у него в детстве теннисный мячик Интересная обида Такие детские обиды, вот он ее пронес через всю жизнь То есть такая тонкая психологическая на самом деле пьеса Это шедеврально Потому что каждый, наверное, сможет там увидеть что-то свое Это очень сложный спектакль Ну это считается у него вообще шедевр Он же как Чехов То есть его и в Англии, его ставят У него много очень Оскаров Это вот 7 психопатов То есть у него много, вот недавно фильм у него вышел Он пишет сценарии И мы когда начали разбирать эту пьесу Она очень интересная Она еще и социальная То есть мы еще не Кроме того, что мы играем ее То есть это поднимается социальный слой Это вот старые люди Куда им податься, куда им деться То, что у нас тоже вот эта проблема Это, по-моему, считается Эта проблема касается каждой семьи Это актуальная Да, но она актуальна Когда, кого, куда Престарелых родителей Куда их девать Ну вот и вот такая вот жизненная ситуация Но там есть и много юмора Мастерские выписаны диалоги Как бы очень так это и легко и учится Но тяжело играется Да, вот вы сказали Как Чехов А про Чехова есть такое известное выражение Чехов плохой драматург У него могут играть только гениальные актеры Почему я говорю Потому что наверняка была очень серьезная Именно работа над ролью Каждым из вас проделана Ведь когда речь идет о тонком психологизме Это очень сложно Ну да, мы пытаемся как бы все это еще поймать И все это Но спектакль, вот мы вчера его как бы полностью проходили Он идет час сорок шесть без антракта Достаточно большой Девять картин, да И как бы и торопиться некуда И спешить некуда Там у него прописано много пауз таких Где можно что-то играть То есть он специально дает актеру Такое время Там секунд двадцать, может быть пятнадцать Где он что-то может сделать Может что-то поиграть Где-то походить В общем-то очень интересный такой спектакль Я думаю, что мы сыграем в воскресенье премьеру В Пушкинском театре Восемнадцать ноль ноль А потом мы его будем играть, играть, играть Я думаю, где-то на спектакль пятнадцатый, двадцатый Наигрывать Да, мы уже что-то Ну да, как кто-то из великих говорил Что, а, по-моему, Станиславский Что спектакль приходит в хорошее такое состояние Такое живое Где-то к ста пятидесяти Когда ты уже сто пятьдесят спектаклей отыграл Тогда ты уже можешь сказать Мне кажется, там уже что-то новое появляется Спектакль, да, это же живое существо Он же живет, он переходит из одной формы в другую Он вообще дышит И каждый раз вот это по-новому Вот мы, помните, говорили с вами, что вот кино – это кино А театр – это живое Нет возможности переснять Да, ты не переиграешь Уже как сказал, так сказал Все уже, ты готов Артем у вас, ну, можно сказать, новичок, да? В труппе? Ну, он обижается, когда говорят новичок Потому что у него гениальная роль в «Царе Горохе» Да, у него гениальная роль Он Кощей Бессмертный Ну вот, кстати, кардинально разные работы Кощей Бессмертный и роль в данном, как мы сказали, тонко-психологическом спектакле Расскажи, насколько сложно было тебе все-таки По сравнению с остальной труппой, ты не обижайся Но ты пока еще новичок, да? Молодой артист В этом есть и плюсы И, может быть, какие-то минусы Так вот, какие сложности основные для тебя были? Сложности было подобрать стиль речи Когда Рэй выходит С какой интонацией он говорит? Как он должен говорить? С каким акцентом? То есть ты такую характерность некую все-таки искал? Ну да, мы искали ее характерность Мы ее до сих пор ищем То есть она идет так, как пластически двигаться Потому что как бы спектакль про Ирландию Про Линейн Об этом городе даже никто и не знает Он где-то там в глубинке Это какая-то деревня А спектакль относится вообще к всему К всему человечеству, к всему миру Потому что это применимо к каждой семье И вот такие есть парни и у нас И есть там, и там, и везде Ну вот он и ищет, он молодец Он такой творческий парень Вот у нас у меня он уже два года Делает просто огромные успехи Ну у него рост высокий, длинные ноги Фактура есть Фактура есть, да Он набирает У него появляется голос уже такой Он уже в Кащею То есть мы с ним работаем в паре и в сказке И здесь у нас тоже три сцены хороших таких Так что мы как-то уже Сработались Да, уже сработались Хочу немножко заострить внимание на моменте поиска образа Есть такое упражнение как раз по поиску характерностей Да, это когда человек ходит Наблюдать за другими людьми Потому что каждый из нас Он обладает определенными манерами Поведения, да, какими-то И это очень интересно Черпать именно из жизни вот это вдохновение Где черпаете его вы? На остановке На остановке? Так, да Да, потому что я сейчас езжу на автобусе И я смотрю на этих бабушек Есть вот потрясающая на второй речке Там сидит бабушка Торгует цветочками Одета я вообще неимоверно Как вот просто И вот она действительно сидит И не поймешь Это бабушка или дедушка Вот старость, она вот такая интересная Что это что-то среднее Между мужским и женским Вот она сидит И вот я думал Дедушка Раз опять прошел Нет, это бабушка Есть такая доброта Знаете, вот есть добрые люди Смотришь, это добрая старость такая То есть вот это все эти морщины Они просто Ну, просто фантастические А есть вот такая злая Вот такие Знаете, вот как вот баба-яга Вот я вот боюсь Попасть немножко в бабу-ягу Потому что я как бы Одежда, понятно, такая Какая-то такая Вот вся разная Юбки там Все на мне там Кошмар какой-то Да Но я пробую Пробую, ищу Чтобы она какая-то Она и вредная Она и противная Но она и любит дочь Она боится, что ее Сдадут в дом для престарелых Она там вот делает Всякие гадости Да, я больше не буду Морин, да Главное, без спойлеров Не расскажите Не-не-не-не А я же, ты знаешь Я сразу все Рассказываю Да-да Там много интриг Да, много интриг Так что Интересно посмотреть Словно А 27-го Вот 27-го В следующую пятницу У нас премьера Долгожданная Мы очень долго ее ставим Это комната Адультер Вы также рассказывали нам Об этом интересности Да, мы продолжаем Работать с драматургом Галиной Лавриненко Она сейчас В Астрахани работает Мы ее веду Нью вот спектакль Успешно Сколько уже Два года работаем И вот мы продолжаем С ней работать Это комната Адультер Это фантастический спектакль Ничего не рассказывать Не буду Просто скажу Перевод Это комната измены Да, Адультер Для тех, кто не знает Да И я всех приглашаю Потому что очень интересный Очень необычный И таких спектаклей Я вот еще не видел Это вот будет премьера Из премьер Потому что практически Еще никто нигде не ставил А мы продолжаем Наш разговор С артистами театра ТАН Я знаю, что есть Очень положительная новость Для ваших поклонников Для ваших зрителей Постоянных Которые, кстати, требовали Чтобы это произошло И вот, наконец, совсем скоро состоится Что, Андрей Владимирович? Да У нас просто счастье свалилось Знаете, вот целый мешок счастья 75-я школа Которая перешла Сейчас под крыло Первой гимназии Она сейчас называется Второй корпус Первой гимназии Огромная школа На Нерчинской, 32 И директор школы Елена Юстафьевна Она отдала нам Первый этаж Под спортзалом Там раньше были Столярные мастерские Потом раздевалка И вот сейчас где-то Около 180 квадратов Там у нас будет гримерка Прихожая Зал огромный На 70 человек То есть отдельный вход Даже у нас свой будет Так что мы в первой Где-то декаде Декабря Открываем малую сцену И начинаем работать Там каждую пятницу Субботу Воскресенье Помимо этого У нас там будет Уже набраны Детские группы То есть свой такой вот Уголок наконец-то Уголок Даже я бы сказала не уголок А большая площадка Ну да Но она еще будет Инклюзивная Потому что мы продолжаем С благое дело С Андроповым работать И это будет еще Инклюзивная студия Мы также продолжаем Работать со слепыми Мы также продолжаем Работать с детьми С ограниченными возможностями И они там же будут У нас заниматься И театром И показывать Свои спектакли Мы сейчас вместе с ним Это объединяем И делаем Потому что надо сделать Пандусы для инвалидов Чтобы они на колясках Заезжали То есть нам еще предстоит Конечно там много работы Большая работа Да Но мы с ребятами справимся Как всегда я думаю Безусловно Мы же ни у кого ничего не просим Понимаете Ну дайте хоть денег чуть-чуть Мы их заработаем Естественно конечно Нам сейчас у нас трудный период Очень трудный Я бы не сказал Что такое легкие Но нам всем помогают Мы рассылаем всем информацию Нам несут чайники Какие-то старые тряпки Тапочки Носки То есть Знаешь С миру по нитке Раз и спектакль уже Понимаешь То есть мы вот Хорошо Вот много друзей у нас Много там друзей журналистов Которые что-то там Кричат там в трубу О помогите Театру там И все помогают Потому что Сейчас вот мы продаем Пушкинские билеты И на первый И на второй спектакль На премьеру А люди спрашивают Наши зрители Они хотят малую сцену Вот видите И в принципе И нам как-то не очень нравится Играть На большом Да Потому что Уже все привыкли И я даже привык К малой сцене Я люблю Видеть глаза зрителей Слышать их дыхание Да Хочется напомнить Просто нашим телезрителям Которые еще не знакомы К сожалению С театром там Что раньше у вас была Как раз такая площадка Домашняя Да На Светланской 5 Потом на Светланской 9 В арт-квартире у Оксаны Но она вот К сожалению Закрылась Ну достаточно сложно Просто Например в центре города Мы все прекрасно понимаем Какая это аренда Театр Это все-таки Не самое прибыльное К сожалению Дело Ну я бы сказал Это не прибыль Это вообще не прибыль Это вообще не прибыль Это если так Вот так чуть-чуть сводить Баланс по нулям Ну это в ту сторону К минусу Да Поэтому все держится на энтузиазме Таких замечательных людей Как вы Артистов И конечно я понимаю Что зрители это понимают Но тем не менее Требуют вот этой Малой сцены Площадки Они требуют малой сцены Потому что это творческая лаборатория Это вот отчитка пьес Вот мы опять подходим к тому Что сегодня людям это необходимо Да Что каждый может прийти Собраться Может просто любой человек Выйти и почитать Какую-то пьесу Монолог свой В общем Мы сейчас сделаем свой уголок И начнем просто такие Творческие встречи С людьми Со зрителями И тогда Нам вот народ Опять потянется Как вот у нас было На Светланской 5 Мы делали читки пьес Люди приходили Читали стихи Там какие-то вечера То есть Тогда Закипит работа А так вот Все мы Раскидываемся Там пушкинский Это хорошо Нас там приняли Все это Мы там работали Уже Мы ровно год назад Играли прелести Измены 4-5 ноября А сейчас Мы уже открываем По сути дела Нам 2,5 года Мы уже встали На ножки Уже Уже вас все знают И любят Можно ремарковать Просто я прям Не могу Вот этот спектакль 4-5 ноября Я собственно говоря Я вообще журналист И как-то просто Мониторила В прошлом ноябре Так что Чем занять Смотрю Вот театр там Надо пойти То есть я пошла Просто посмотреть Тут я узнал Что Андрей Владимирович Еще и сахалинец Он долгое время Работал на сахалине Я сама сахалина И я думаю Так все Я пришла в театр И потом вдруг Вспомнила Что это собственно говоря В свое время Была моя мечта Много-много лет назад Когда у меня был Выбор Либо журналистика Либо театральный Я пошла в журналистику Я ни капли конечно Не жалею Но мечта Вот она осталась И сейчас Вот год спустя Я просто не верю Что это произошло Поэтому мы приглашаем всех Приходить к нам В студию Заниматься Нам нужны актеры Нам нужны люди Новые лица И у нас я надеюсь Огромное классное будущее Безусловно Это замечательность Очень серьезный потенциал И конечно Те постановки Которые вы показываете людям Это конечно не Я не хочу обидеть Сейчас наши привычные И тоже любимые всем театры Репертуарные Но тем не менее Всегда он как правило Этот репертуар везде дублируется Правда же В разных городах Мы же мониторим каждый театр И везде идут одни и те же спектакли А нам вот интересно Вот мы сейчас были на медиаполигоне Выиграли Мы сейчас получили Такую огромную благодарность От Минразвития Дальнего Востока Нас там все полюбили Нас сейчас везде приглашают Что оказывается Существует такой театр И благодаря Что мы съездили на Сахалин На фестиваль в июне Сейчас мы вот Собираемся поехать в Партизанск Потом опять Славянск То есть опять гастроли Опять гастроли Ну потому что без гастролей театр Надо же и вывозить Вот это все Вывозить и смотреть И нас опять ждет Хабаровск Я вот думаю Что мы может быть В первых числах Может быть в середине декабря Где-то мы опять съездим туда На малую сцену И покажем свои премьеры А на ваш взгляд Возвращаясь немножко К предыдущему вопросу Почему сегодня все-таки Зрители так требуют Формата такого театрального Малые сцены Театра лаборатории Вот что Почему такая потребность Высокая на сегодня Ну потому что Понимаете Зритель хочет сидеть Как вот они объясняют Я-то их Я-то как бы со своей стороны Понимаю Что малая сцена Формат И все мои знакомые Вот и режиссеры И везде По всей России Друзья мои Они говорят Это же очень сложно Как ты вот В это кинулся А я говорю Да никакой сложности нету Потому что У ребят нету страха Они никогда не выходили Они не Как у меня есть актер Страха нет Один задор Да Да То есть Вот у меня Мы с собой не могли взять У нас тут еще есть Тут Пата Четвертый человек Который играет А вот он в прошлом году Вышел первый раз на сцену У него никакого страха не было Он даже А он отыграл прекрасно Свои прелести Измены Свой отрывочек Вышел Он говорит Я даже не понял То есть Вот такие люди Понятно Когда ты работаешь Все время на большой сцене А потом тебя На малую сцену Как вот в театре Горь Очень сложно Потому что Ты не видишь зрителя Тебя освещает рампа И что творится Как она идет Четвертая стена Что творится там Люди сидят там Копаются в телефонах Кто-то там заснул Кто-то там не заснул А здесь никто не спит Потому что Всего три ряда Рядом Даже если захочешь Не получится Да Если ты захочешь Что-то сделать Я так Так Я уверена Что у вас-то Не засыпают И у ребят Нету такого страха И они Свободно себя чувствуют Ну конечно Может быть Не свободно Где-то Но все равно Жизнь совершенно Другая кипит И один и тот же Спектакль Который мы везем Допустим В Большой Камень Или в Славянку Ты сам перестраиваешься И очень сложно Приходится добавлять голоса Потому что там Двадцать восьмой ряд Сидит Баба Маша Она должна все это слышать Нет Это совершенно разная работа На большой площадке И на малой сцене Это абсолютно разные вещи Я бы сказала Действительно Почему артистам Профессиональным Даже сложно переключиться Очень сложно Потому что Это крупность движений Другая подача Как вы говорите Голосовая Ну и двигаться Не надо так широко Размахивать руками Потому что он сидит В тридцати сантиметрах А кстати Вот сейчас подумала С артистами Ведь когда работают Когда они учатся Еще в театральных вузах Есть как раз Такой момент Очень важный в работе Почувствовать площадку Да это называется Почувствовать сцену Вы ведь наверняка Тоже подобные тренинги Какие-то проводите Приходится же постоянно Менять Вам как никому Эти площадки для работы Нет Ну как бы У нас ребята Это еще Мы только со сказками ездили Мы вот недавно На остров Попов ездили Вообще там шикарно Отработали два спектакля Тут дело-то в том Что мы репетируем Уже как бы На своей площадке То есть Я выстраиваю декорации Мы все развешиваем И как бы Мы живем Вот в этом вот состоянии То есть Она уже малая сцена У нас репетиционный зал Большой класс И мы уже там живем То есть Я их стараюсь Как бы учить Чтобы Ну нету зрителя Вот жизнь Проходит здесь Вот она здесь И неважно Там в десяти метрах Там от тебя сидят Или в тридцати сантиметрах Я вот как-то вот стараюсь Чтобы они вообще Вот жили Работали И разговаривали С друг другом Общались И как можно сказать Играли Ну вот играли Ну может быть Так можно Это слово подобрать Все-таки жили Играть Это же знаешь Это очень сложно Я стараюсь Чтобы они не играли Я хочу Чтобы вот Вика была Вика Вот я от вас и добивалась Но зовут ее Морин Да Очень важно Можно немножечко Своё слово скажу Да почему я задала Этот вопрос Собственно Чтобы вот вы Как раз мне это и сказали В чем особенность Театра Тан Мне хочется подчеркнуть В том что Ты приходишь Ну как у нас Любительский театр Непрофессиональный Вроде бы Да актеры И все думают Ну будет какой-нибудь Там интересный Может быть уровень И все И потом ты сидишь К концу спектакля А зал рыдает И все верят И ты смотришь И думаешь Да в чем секрет А в том что Вот это В обстоятельствах Вам удается сохранить Я их сохраняю Их не внутреннее состояние Я не разрушаю Вот это Ну как бы Это прописные истины Это Это также и требует Допустим Там И в любом театре Отучился в академии Да Пришел в театр Все забудь Все Играй себя А все начинают Наигрывать Вот это Вот это такая ошибка А мне и некогда С ними учить Их наигрывать Я наоборот Я подбираю роли По их внутреннему состоянию Как вот По жизненному опыту Вот раз мы прочитали Сели Все Но она море То есть 40-летняя Одинокая женщина Это я Да Нет Ну ладно Главное не увлекаться Можно да Я просто Если позволите Вот большое Спасибо Андрей Владимирович Он не давит Вот именно в этих моментах То есть Он дает прочувствовать Эту роль Ну понятно Ну какой Какая там Я актриса Пришла Я учусь Вот этот момент К примеру У меня Момент одиночества Момент взаимоотношений С матерью С родителями Я вот Вы спрашивали Как мы наблюдаем Как мы учимся Я журналист Плюс я тоже Смотрю за людьми Вот эти моменты Они есть у каждого Вот это одиночество И в принципе Оно знакомо каждому Оно знакомо Любой женщине Любому мужчине Не важно Мы это все проходим Рано или поздно И это бывает в жизни И вот этот спектакль Это поразительно Кстати Говорю это не только я Многие наши актрисы Актеры Они говорят Когда мы начинаем Играть роль Мы понимаем Что эта роль Как будто бы Под нас написана Это удивительно Как будто бы Она нас нашла А может быть Просто мы как-то Повернулись к ней Сами скорее всего Еще поэтому Я скажу одну Такую очень хорошую вещь Я не помню Кто это сказал Но кто-то там Вот оттуда Что Не режиссер Ищет пьесу А пьеса Ищет режиссера Ну это вот Подтверждение Слов Да Это подтверждение Того Что вот весь Вот я не знаю почему Но вот так случилось В моей жизни Сам репертуар Сами пьесы Ищут меня И вот начиная От первого спектакля Танцы плюс И вот заканчивая Вот Нашей премьерой Королева красоты Из Линейна И комната Адультер Вот они как-то Вот у меня Вот все Вот все про меня Ну что ж Я желаю вам Чтобы все так и продолжалось Чтобы правда Было побольше помощи И артистов Побольше вам желаю Потому что театр растет Развивается Это живой организм Как вы сказали Как спектакль Так и театр Я желаю Чтобы этот организм Был здоровым Развивался Рос В общем Желаю вам успехов Удачной премьеры И хочу чтобы Напоследок Андрей Владимирович Наверное вы еще раз Пригласите пожалуйста На премьеру В это воскресенье Пушкинский театр В 18.00 Королева красоты Из Линейна А в пятницу 27 числа В 19.00 Состоится наша премьера Вторая Это комната Адультер Что ж Я уверена Что телезрители Обязательно Те кто смотрел Нашу программу Обязательно посетят Ваш спектакль Вашу премьеру Я желаю вам удачи Спасибо огромное Что нашли время И пришли к нам сегодня Спасибо вам Я напоминаю Что это была программа Время говорить В студии работала Анна Бережная Увидимся на восьмом